У нашего сегодняшнего гостя большая группа поддержки по всему миру. Ну, как сказать, большая, около двух миллиардов. Поклонники его творчества объединяются в фан-клубы, следуют за своим кумиром, стараются не пропускать ни одного концерта, в том числе и в Ереване. Ну а самые преданные следуют за ним по всему миру, потому что их кумир – обладатель уникального голоса, диапазоном более шести актов. Я с радостью хочу представить в гостях на Радио Спутник казахский певец, композитор и мультиинструменталист Димаш Кудайберген. Здравствуйте. Здравствуйте, Димаш. Добро пожаловать в Армению и добро пожаловать на Радио Спутник. Спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Для меня огромная честь находиться здесь и иметь уникальную возможность поприветствовать всех дорогих жителей солнечной страны Армении. Буду ждать вас всех на концерте завтра. Мы обязательно подробно поговорим о концерте в Ереване, единственном и первом концерте. Но поскольку я начала нашу беседу именно с фанатов, которых у вас более двух миллиардов, ну просто если вдуматься в эту цифру, это какая-то часть планеты, население планеты. То есть, наверное, одна третья, как минимум. Ну, насчет двух миллиардов, конечно, я далеко в это не уверен. Ну, в интернете. В интернете еще пишут, что я лучший голос планеты тоже. А вы не согласны? Нет, не согласен, конечно. Это из-за скромности? Нет, я просто слишком объективно на такие вещи смотрю. А насчет двухмиллиардной аудитории, наверное, так говорят, потому что, как бы это ни скромно звучало, три года подряд мне вручали награду как певцу года в Китае, наверное, поэтому. И еще раз хочу поблагодарить всех слушателей за то, что на моем не совсем легком, но красивом, интересном творческом пути они меня постоянно поддерживают, сопровождают. Это понятно, потому что вчера в аэропорту Звардноц вас встречали фанаты из Казахстана, Украины, Чили, Испании и даже Австралии. Насколько вы зависимы от фанатов? Если проще сказать, максимально если просто сказать, то я, конечно же, осознаю то, что любой артист, в том числе я, без зрителей, наша профессия, не имеет смысла. Поэтому... То есть возникает вопрос для кого? Конечно. Ну, все равно я стараюсь работать в своем направлении, в жанре неоклассики, но при этом пою в разных стилях, в разных направлениях, не особо зацикливаемся на том, как массово будут воспринимать то, что мы делаем в плане музыки, потому что у меня немного специфическая музыка. И еще раз благодарю всех зрителей за то, что поддерживаете меня во всем. Вы достаточно востребованы и в то же время достаточно скромны. Об этом тоже пишут в интернете. И тем не менее, если как бы разобрать причину или результат вашего такого успеха, в какой очередности вы бы расположили такие явления, как божий дар, трудолюбие, талант? Ну и почему нет харизмы? Я бы не сказал, что я слишком такой чересчур простой. Я нормальный. Я обычный, со своими минусами, со своими положительными моментами, сторонами характера. А в целом складывается такое ощущение, что я слишком чересчур себя просто веду. Только по той причине, мне кажется, что люди на самом деле забыли, ну артисты именно, многие, наверное, забыли, как на самом деле должны вести себя артисты. Вот. Ну, в целом, очень много хороших коллег, очень много хороших людей окружает меня. И возвращаясь к вопросу о расположении божьего дара, таланта, как бы, вот в какой очередности они сыграли у вас роль в вашей жизни? В первую очередь, всё по воле Аллаха, всё по воле Всевышнего. Неважно, кто как обращается к Всевышнему. Я каждый день, практически каждый день анализирую свою жизнь перед сном. Каждый день мне приходится слышать свой адрес, слова восхищения или слова поддержки от зрителей. И я просто задумываюсь. Буквально 15 лет назад, элементарно, 15 лет назад, когда я жил в Казахстане, в Ахтубе, это запад Казахстана, где я родился, тогда я пел, так скажем, не на таких площадках, где сейчас работаю я. Тогда я мечтал о стадионах, о мировом туре. И это всё сбывается только потому, что Аллах так хочет. И надо понимать, что Всевышний, Он испытывает нас, кому-то даёт всё абсолютно, то, о чём человек мечтает. Семейное благополучие, в материальном плане, положение, статус. А кому-то не даёт ничего. И в плане личной жизни беда, и в материальном плане, и в плане авторитета. Тогда Он смотрит, тот, который получил всё, он будет благодарить Аллаха? Тот, который ничего не получил, он будет за это его карать? Вот, мне кажется, надо стоить, надо помнить об этом всегда. Потому что в одной часе всё может поменяться. Элементарно даже. Ты можешь завтра проснуться без голоса. И ты всю жизнь будешь дальше искать причину твоей болезни, например. Ну, как говорил Мухаммед Али, говорит он, я благодарю Бога за то, что Он в конце моей жизни дал мне понять, что на самом деле я не чемпион. Чемпион Он. А Он меня сделал чемпионом, говорит. Потому что я побеждал всех, а его болезнь я так и не победил, говорит. Так что просто надо довольствоваться тем, что Бог даёт и жить по уму и разуму. Во всех случаях вы много трудитесь, кроме того, что вы уже представили. У меня были хорошие педагоги. Посиденье я работаю со многими музыкантами со всего мира. Обмен опытом идёт до сих пор. Хоть мне 29 лет. Для представителей другой профессии, наверное, это уже такой средний возраст. А для музыкантов не имеет значения, ты даже в 80 лет должен учиться. Димаш, вы замечательно рассказали, как вы оцениваете ваш талант, как вы всё приписываете Всевышнему. И всё-таки понятно, что у человека с вашим успехом есть такая опасность, как возгордиться, как зазнаться элементарно, что просто присуще человеку. Ну и, наконец-то, просто звёздная болезнь. Вы как-то с этим боретесь или даже не ощущаете на себе вышеперечисленное? Я никогда не ощущал. Есть очень интересное высказывание Йосифа Кобзона. Как-то в интервью у него спросили. Вот на протяжении многих десятилетий вы являетесь большим артистом. Вас любят миллионы. Вот тяжело быть звездой? Ну, он ответил. Очень тяжело. Практически невозможно. И журналист спрашивает, а как вы справляетесь? Тот отвечает, я справляюсь хорошо, потому что я не считаю себя звездой, говорит. Это не про меня. Да. Это не про него. И точно так же, не то, чтобы я сейчас ставлю себя в один ряд с ним, просто, не знаю, это просто наша профессия. И почему-то в последнее время я часто начал задумываться о том, что профессия певцов, артистов, актеров слишком, по-моему, переоценена. Потому что во всех новостных порталах, во всех новостных пабликах пишут о жизни артистов. Ну, такое ощущение складывается, как будто кроме артистов вообще на этой планете никто не живет. А как же айтишники? Спортсмены. Спортсмены, хорошо, да. Ну, а как же научные деятели? Очень много талантливых, молодых, перспективных деятелей науки будущих. Вы считаете, они обделены вниманием? Немного, немного. Ну, мне кажется, что их тоже надо поддерживать. Потому что, например, у нас в Казахстане, я где-то в новостях читал, школьники просто там восьмого или девятого класса, там, ученики, они создали какой-то проект, защитились перед компанией Microsoft, выиграли грант на полмиллиона долларов. И это школьники? Ученики восьмого класса. Но об этом не везде пишут. Но если мы хотим в духовном плане развивать подрастающее поколение правильно, тогда надо говорить о настоящих достижениях, а не просто о каких-то хайповых моментах артистов. Надо говорить о науке, надо говорить о культуре в целом, надо говорить о литературе. Почему-то в современном мире среди молодёжи не пользуются популярностью, например, деятели литературы тоже. Ну, это беда. Мне кажется, это беда. Очень интересно ваше мнение всего того, что за пределами шоу-бизнеса, я думаю, что несмотря на многочисленные интервью, которые можно найти в интернете, каждый зритель и слушатель сейчас по-новому открывает для себя Димаша. Ну, а мы хотим открыть вас в Армении, потому что вы впервые. Это ваш первый концерт, ваш первый визит. Что вы знаете об Армении, что вы планируете успеть увидеть? И ещё такой момент. Вчера вы в интервью сказали, что находите какое-то сходство между казахским и армянскими народами. А что вы имели в виду? Ну, во-первых, я люблю Армению за культуру. Ну, такие инструменты, как тар, сас, канон, тудук. Как приятно, что вы их знаете. Я обожаю. Я обожаю эти инструменты. И в свою очередь я хочу отметить то, что являюсь большим, вот прям большим поклонником вашего невероятно звучащего инструмента дудука. У меня на многих песнях, в аранжировке имеется дудук. И ещё хочу похвастаться тем, что у меня в одной аранжировке на песню «Знай» есть тудук, момент тудука, где сыграл сам Живан Каспарян. человек просто легенда величайший. Вам довелось с ним успеть поработать? К сожалению, нет, но получается так, что... Он просто сыграл свою партию, да, я так понимаю? Да. И я вот буквально вчера только говорил, что я очень редко смотрю фильмы, очень редко. Точно так же... Из-за нехватки времени или просто не представляет интерес? Нет, не хочется. Не представляет интерес. Потому что я люблю смотреть фильмы, которые выворачивают душу наизнанку. Ну, то есть любите? Вопросы в жанре. Да, люблю, но не могу найти тот самый фильм, который остался бы в памяти навсегда, на всю жизнь. До сих пор не смотрели такого фильма? Есть парочка фильмов. А можете назвать? Есть парочка фильмов. Ну, фильмы Джеймса Кэмерона, фильмы Стивена Спилберга. Недавно, недавно, буквально год назад, я посмотрел армянский фильм «Землетрясение». Про историю, про трагическую историю, которую вам пришлось пережить. Но это шедевр. Шедевр просто. Я помню, моя родная сестренка рядом была тогда. Она 15 раз уже плакала на протяжении всего фильма. И... Да. То есть всё то, что заставляет мыслить, пересматривать какие-то жизненные подходы, всё-таки вы любите. Да. А последняя какая книга была, которую вы прочитали? Последняя книга... Ну, я в основном люблю поэзии. Ну, наверное, для многих секрет, но я большой фанат поэтов Серебряного века. Я люблю Кумилёва, Маяковского, ну, конечно же, казахских поэтов тоже. Например, у нас есть замечательный поэт Мухагали Махатаев. Это тот человек, который писал о любви так, как не напишет никто другой. Абая Хунамбаева советую всем. Можете прочитать. Очень тяжелый. Да, очень... У нас есть произведение Абайжола. Можете почитать эту книгу. Ну, очень сложная она. Все, кто знаком с вашим творчеством, естественно, знают об уникальности вашего голоса, о вашем диапазоне. Понятно, что это в некоторой степени естественно Божий дар. Но и благодаря ежедневному труду вы совершенствуете то, что вам дал Всевышний. И, как говорят, нет предела совершенству. Да. В то же время, когда, это мое личное мнение, и я думаю, его очень многие со мной разделят, когда вас слушаешь, понимаешь, что сейчас уже убеждаешься в том, что этот человек не только виртуозно владеет своим голосом, но и этот голос наполнен, в первую очередь, интеллектом. Вы работаете над собой, вы читаете, и, понятно, что-то делаете не специально, это требует ваша душа. Возвращаясь к музыкальному творчеству, можно ли петь о любви, не испытав это чувство, можно ли петь о боли и печали, пребывая в очень хорошем настроении. И еще есть такой момент, что часто зрители ассоциируют, вот спели о счастливой любви, и они сразу думают, что, о, все, значит, что-то такое намечается, либо любовь, либо свадьба, в общем, личной жизни все хорошо. Спели они разделенной любви, сразу ассоциируют это с личной какой-то трагедией. Вот, как вы к этому относитесь, насколько это совпадает в вашей жизни? Мне кажется, все зависит от профессионализма артиста самого. Например, если я, например, спою армянскую песню, то это будет все равно больше выполнено технически, и, конечно же, я буду вкладывать свою душу, но, как настоящий армянин, я все равно не смогу ее прочувствовать. Ну, здесь то же самое, думаю. В любом случае, чтобы, для того, чтобы спеть песню о любви, надо испытать это чувство, надо понимать, о чем ты поешь. Не обязательно просто так показывать актерски. Все равно надо понимать, о чем ты поешь. Сегодня сложно представить деятельность современного артиста без интернета. Ну, это просто немыслимо. Поэтому я хочу задать такой вопрос, что вот поисковая система интернета выдает очень интересные запросы именно про вас. Димаш жена, Димаш дети, пластическая операция. Вот как вы ко всему этому относитесь? Естественно, на все эти темы есть какие-то посты, информация, комментарии, положительные, негативные, правдивые, неправдивые. Как вы со всем этим живете? Как вы к этому относитесь? И что из них правда, что из них нет? Я не знаю. Вот всем хочется узнать о вашей личной жизни, неправда? Ну я, во-первых, не читаю вообще. Я в интернете очень редко сижу. Я захожу в интернет для того, чтобы там узнать, что творится у нас в стране. А себе ничего не читаете? Нет. Не смотрите, сколько просмотров? Смотрю. Или вам просто об этом рассказывают? подробности прям ну поверхностно так смотрю. Ваши социальные странички, за ними стоите вы или люди, которые возглавляют фан-клубы и ваши фанаты? Нет, я и моя команда. Да. А про то, что пишут, что я якобы имею там несколько жен или еще что-то. ну я свободный человек, холостой, 29 лет уже. Так что ваше сердце свободно. Да. Ну о личной жизни Вы прилагаете какие-то специальные усилия, чтобы ваша личная жизнь не сплеталась с публичной? Или вот как получится? Нет, не как получится, а лично я сторонник того, чтобы личная жизнь оставалась личной. Личной, да. Потому что я не хочу в будущем показывать свою жену. А вдруг она окажется публичным человеком? Ну скажем, коллегой по сцене? если она изначально будет публичным человеком, то тогда это другой вопрос. Но я не хочу просто так показывать свою жену, потому что мне захотелось ее показать. Я не хочу, чтобы мою жену обсуждали. Я не хочу в будущем своих детей показывать. Зачем? Ну есть мое творчество, есть я, есть мои концерты. Вот. Больше не надо. Все равно что-то должно оставаться личное. Поскольку мы заговорили о семье, пусть даже о будущем, о семейных традициях, да, вот, кстати, вы не ответили на вопрос, а что общего вы заметили между нашими народами? Например, у нас, у казахов есть такое слово «жан». Например, когда я зову своих братьев, друзей, я их зову по имени и добавляю иногда «жан». Это как наша чарма. Да, у меня есть родной братишка Мансур, иногда в ласкательной форме такой. «Эй, Мансур, Жан». И «жан» означает в переводе «душа». Точно так же, как у вас. Это вы здесь обнаружили или вы знали, что армянность? Я знал, да. Я знаю, что ваша семья достаточно близка к культуре, к музыке, и ваши родители, и бабушка с дедушкой, и поэтому вам не представляло какой-то сложности в выборе профессии. Но в то же время и у азиатских народов, и кавказских есть особое почтение к старшему поколению. Вот если бы они были против вашего выбора, вы бы пошли наперекор их воле? Ну, если бы папа, предположим, предложил стать вам космонавтом? Очень сложный вопрос. Не знаю, Даша. Пока не готов ответить. Сложно. Хорошо. Будет повод подумать. Да, но все равно хочу отметить то, что родители всегда надо слушаться, уважать, потому что у них как минимум больше жизненного опыта. Я хочу прочитать несколько строк в переводе одной из ваших очень известных песен с французского. В большой вселенской лотереи я не вытянул счастливый номер. Мне плохо в моем теле. Не хочу быть роботом. Метро, работа, сон. Это песня СОС. Перевод. И вот возвращаясь к нашей теме о том, что не все песни ассоциируются с личной жизнью или с жизненным опытом самого певца, то есть я не вытянул счастливый номер, это точно не про вас. Как вы думаете вот в этом негативном, я бы не хотела сказать, негативном мире, но в том пространстве, которое сейчас нас очень часто окружает и в мыслях, и в окружении, и в том сложном мире, в котором живет практически вся планета. Как вы думаете, какая общая идея могла бы объединить всех людей, живущих на планете? Человеколюбие. Возлюбить ближнего. Конечно. К сожалению, трудно это осознавать, но мы сейчас живем в очень страшном мире, когда люди друг друга убивают. Это неправильно. Искусство может помочь? Я верю в это. может помочь. Вообще, я считаю, что плохой нации не существует. Я обидел очень много стран. Я поговорил с представителями разных наций и понял одно. Плохой нации нет. По крайней мере, я пришел к такому выводу, судя по тем людям, которые со мной общались, общались все очень хорошо. Просто остановитесь на секундочку. Обнимите друг друга. Все. Прейк. Хочется так закричать, но никто не услышит. Хочется мира во всем мире. конечно. Конечно. Вы устаете от своего творчества? Здесь звучит немножко грубо. Как вы отдыхаете? Какую музыку слушаете? Я музыку вообще не слушаю. Даже свою? У меня никогда в жизни не было плейлистов. Никогда. Но есть же какие-то любимые произведения? Да. Слушаю в основном классику, слушаю старых музыкантов, хороших наших. Слушаю Стива Уандера, слушаю Луча на Повороте, слушаю произведения Рахмайнова, Чайковского. Вот и создался замечательный плейлист. Да. Слушаю Арну Бабажаняна. Слушаю очень много казахских композиторов. Ну, в основном, да, представители старой гвардии. Димаш, я думаю, что многих интересует вопрос завтра на концерте прозвучит ли песня на армянском языке, учитывая, что вы поете на семи и более языках. Ну, я стараюсь сейчас. Я учу одну армянскую песню, ну, пока не очень получается вроде с произношением. Ну, если до завтра получится выучить на сто процентов, то я постараюсь исполнить. Поверьте, это будет очень приятно армянскому зрителю, армянскому слушателю. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за то, что приняли приглашение, за ваши искренние и честные ответы. Спасибо. Я желаю вам удачи и успеха в завтрашнем концерте. И я думаю, что вы точно услышите из зала Димаш Джан. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие слушатели, хочу напомнить, у нас сегодня в гостях был всемирно известный казахский певец, композитор, мультиинструменталист Димаш Кудайберген. До свидания, до новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА